Я бы сказал кратко, если позволите, да, вот, кратко именно. В своё время, опять же, опять же, повторяю, у нас с вами свободный разговор, поэтому, как бы, без всякой подготовки. Когда учился в Колумбике, да, в Колумбийском университете в США, два года, там, бла-бла-бла-бла, естественно, у меня были контакты с эмигрантами нашими, а это был 89-90 год, да, вот, и они всё время спрашивали, слушай, Михаил, ты говоришь на английском свободно, мы ни хрена не понимаем и не говорим. У тебя степень, да, Колумбийского университета, то есть, о котором мы даже мечтать не можем, в принципе. Какого чёрта ты поедешь в Россию? Оставайся тут. Такая перспектива, понимаешь, обалдеть можно. Вы знаете, ответ такой, это не моё. Штаты не моё. Американцы, это не моё. Я их прекрасно знаю, я с ними работал, так сказать, из представления. Да, они все разные, всё понятно, это можно об этом говорить час-полтора и так далее. Но они не мои люди. Это не моё. Как бы сказать, я не хочу с ними дружить, вот и всё, вот так вот мягко, скажем, да. Вот, мне нравится Россия в этом плане. Да, тут меньше улыбаются, тут больше хамство и так далее, пятое, шестое. Но я здесь себя чувствую спокойно, уравновешенно, довольным собой, подчёркиваю, собой довольным. А в Штатах это не-не, ни в коем случае. Поэтому бабки, бабки, бабки. И, кстати, про бабки ещё повторяю. Когда вот мы были, опять же, с профессором Колбасовым, в 88-й, не, в 88-м, опять же, неважно, в конце 80-х годов. Вот, я, как вам сказать, и, кстати, когда учился в Колумбике всё время, да, то есть вот в глазах любого американца, это бабки, всё, и доллары, знаки, да, вот, это видно. Они улыбаются, если тобой разговаривают, но они всегда бабки. Ты для них бабки. Вот и всё. Там вот это понятие дружбы, да, вот, скажем, любви, совершенно по-другому всё. А мы по-другому, опять же, пропускаем детали, если кто из Штатов меня слушает, пожалуйста, напишите это и так далее. Там всё по-другому. Вот, поэтому бабки, бабки, бабки в глазах, да. И когда я вернулся в Россию, в Советский Союз, извините, бабок не было. А вот бабки у нас появились в глазах у всех, ну, где-то, говоря, в концу 90-х. И сейчас до сих пор они существуют. Но если у американцев бабки всегда, бабки в глазах практически, то есть из ста человек один, у которого нет этих бабок в глазах, такие нормальные бывают, там, кстати, то же самое, то в России сейчас два человека из ста, у которых денег нет, когда смотрят с тобой. Вот мои, так сказать, хозяева, которые меня привлечили, у них этих, ну, этого нет. И это очень приятно. Вот мы вчера, да, вот, прилично выпили, изумительно посидели и потрепались, и всё сегодня, и пятое, шестое. Понимаете, вот эта вот традиция общения, как бы сказать, беспредметная. Вот просто сидим и трепемся. Вот сидим и трепемся, да, за рюккой водки там, за бутылкой водки, не важно, суть не в этом, какая там закуска, суть не в этом. Никто об этом вообще не говорит никогда. Сидим, просто-напросто по-русски пьясуем. Ну, удовольствие от общения потрясающее. Именно потому, что мы, вот та волна, знаете, вот беспредметная, да, но волна общения, она существует. Вот в Штатах такого, извините меня, я редко встречал на самом деле. Поэтому, кстати, вот, Ольга, я как раз на эту тему, как бы, отвечаю. Ха-ха-ха-ха, Алис там что-то пытается. Я его заблокировал, нахрен нам нужно.